Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и сегодня мы... Вы сейчас скажете, Тамара, что мы опять в мафии-то делаем? Мы же с тобой все прошли! А я вам отвечу, ребят, у меня такая пришла в голову идейка, давайте посмотрим, что тут в обучении. Потому что я никогда не заходила в обучение, я даже не знаю, что там будет происходить, и мне интересно. Я не знаю, на сколько минут будет серия, но это, знаете, мини-серия. Отдадим дань мафии этой легендарной игры, и побудем в ней еще чуть-чуть. Давайте, давайте. Так что, ребята, все, обучение. Я никогда его не проходила, хоть сейчас посмотрю, что там да как. Ладно, сынок, сейчас мы тебя научим всему, что должен уметь настоящий мафиоза. Батя, вообще-то... В пустынеторомос, у тебя должен быть внутренний компас в черепе, который говорит тебе, куда идти. Так что, включи свой внутренний компас, и иди к помосту, где стоит стол. Батя, вообще-то я уже мафиозик, я тру мафиозик, я всю мафию прошла. Что ты сказал? Я тебя не услышала. Батя, ты слишком тихо сказал. Чтобы посмотреть задачи, нажмите цели миссии... Во. Хорошо. Это я знаю, это я умею. Ух ты, какие-то баночки, баночки, скляночки какие-то стоят. Так, что он мне сказал-то? Подождите-ка. Он сказал, иди к столу. Еще дальше, подожди-ка. Чтобы двигаться, используйте вперед, влево, та-та-та-та. Все, нормально? Так, так, и все, я сделала все. Что тебе еще надо? А, ну мне туда надо. Понятно, все. Я думала, около этих банок мне что-то надо делать. Ни хрена себе, ребят, уже чуть-чуть затупила. Слезь на помост. Осторожно, костюмчик не порви. Да такой костюмчик, знаешь... Это же не мафиозный костюм, это всего лишь костюм таксиста. Нахер он кому нужен? Даже мне. Так, что дальше? Хорошо, что ты все равно не скваздался, пока залезал. Можешь немного потренироваться делать кувырок в сторону. Да он тебя не поймет, если ты начнешь ловить пули. Да он меня не поймет. И я сам себя не пойму, если я начну ловить пули. Ребят, смотрите, паутина. Ух ты, какая красота. Так, присесть. Опа, 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 в присядочку. Ну-ка. Ну-ка. Опа. Классно, да? Какие у меня классные кувырки, да? Когда подойдешь, в нижнем левом углу экрана появится значок. Значок? Что ты, дурачок? А, это кнопка действия, ладно. Кнопка действия показывает, что ты можешь что-то сделать или как-то повлиять на окружающий мир. Здесь ты можешь забрать пушки со стола. Давай, действуй. Действуй, действуй, сынок. Ты забыл сказать, действуй, сынок. Так, все, мы все забрали. А что, кредитокарта, что ли? Как кредитокарта, блин? 1930-й. Что попробую поискать? Что попробую поискать? Подожди, я тебя прослушала. Алло, блин, алло. Спасибо. Только они сейчас не открываются. Микрофон. Ух ты, я могу петь. Прикольно. Чтобы посмотреть задачи, нажмите. Ладно, хватит дурака валять. Время заняться более важными делами. Выбери оружие в своем снаряжении. А я могу еще поэкать? Эй, эй, эй. Стакан Анджела налей. Так, кольт, естественно. Посмотрим, как ты управишься с пушкой. Збей со стола эти банки. Так, прям все-все или, может, не все? Ну, смотри, как я управляюсь с пушкой. Ух ты, да? Ты офигел, да? Ну, посмотрите-ка, ни разу не промазал. Никогда не забывай перезаряжаться. Когда припрет, поздно будет. Но помни, если выбрасываешь обойму, все неотстрелянные патроны из нее будут потеряны. Пипец нам будет полный. Я уж знаю это все. Сейчас скажут, а нахрен все знает, знает и в обучение пришла. Да просто так попантоваться. Типа, что вот я все знаю. Перезарядить. Так, перезарядить. Ну, перезаряжай, Анджела. Блин, а вот нахера я перезаряжаю, если... Он же все выкинет. Он же все выкинет. Он же все, сука, выкинет. Он же выкинет. Дальше что? Дальше-то что? Готовься менять оружие со всей возможной скоростью. Ага. Опа. Опа. Я быстр. Я быстр, как тигр. Никто не даст тебе разгуливать по улице с пушкой наголо, будь ты хоть трижды мафиоза. Ну, я уж поняла. Если полиция засечет тебя со стволом, тебя арестуют. Спрячь к оружию. Спрячу. В карман. И все, никто ничего не видел. Теперь возьми со стола бейсбольную биту. Подожди, а там же не было бейсбольной биты. Она отреспаунилась, что ли? Ребята, вы видели бейсбольную биту? Не было ее. Фига себе, ты, Дэвид Копперфильд, отреспаунил мне биту. Да, еб твою, Анджела, залезай давай. Что-то как в первый раз-то. Все оружие у тебя под плащом не поместится. Если ты прячешь на себе дробовик, а другое оружие несешь в руке, будь готов при виде полицейского сразу же выбросить его, пока он не заметил. Сразу же так. Каждый полицейский не мое, не знаю, подкинули под плащ. Представляете? Ужас. Ужас, ужас, ужас. Ужас. Все, выкинул нахер. Я могу подобрать или не могу? А мне все, что ли, выкидывать? Да вы что? Зачем все это выкидывать? Коль 19.11 мне понадобится еще. И что, биту тоже выкинуть? Ты что? Ну, блин. Ну, блин. Ладно, прохладно. Ладно, тебе понадобится, можешь поднять ее. Полиция не сможет тебе придраться, если у тебя в руках бить. Да хоть ей можно, например, дать кому-то погладить. Мужик какой-то пришел. Он видишь того, парня? Вижу. Подойди к нему сзади и дай по чайнику со всей дури. Мужик, у тебя чайник есть? Мне надо дать тебе по чайнику, понимаешь? А если... Во! Мужик, я такой беспалевный. Смотри, опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У тебя что есть? Обшмонать можно? Вольно ему, наверное. Так, чтобы передвигаться по городу, ты должен уметь водить. Подойдите к машине. Следуйте за компасом, подойдите к машине, припаркованной снаружи. А можно я свои огнестрелы заберу, пожалуйста? Или он скажет, ты что, сука, берешь? Я тебе не разрешал брать. Ну, я заберу. Все-таки он же ничего не говорил, ничего не говорил. Значит, я могу забирать. Так, тут аптечка. Что ты меня не учишь лечиться? Э, алло! Ты мог бы сказать, это аптечка, полечись. Вот, смотри, я сама все могу. Эх. Обучение тоже мне, блин. Мог бы меня реально полечить. Так, следуйте за компасом, подойдите к машине, припаркованной снаружи. Просто чувака ни за что примочили. Просто такой зашел на складное рассказать. Э, а вы извините, тут вроде бы новый путь выдачи. Валбериза открыли озон, и мы так хера кому, и все. Да, я поняла. Мы ничего не нашли. Так, я ничего и не искала. Так, опять такси, опять такси. Ты можешь угнать любую машину, которая тебе встретится. Ага. Но только если тебе покажут, как это делается. Попробуй взломать замок на дверце. Хорошо. Никогда раньше такого замка не видел. Вряд ли открою. Да что ты, блин, ты что, дурак, что ли? Это твое родное такси. Никогда, это... Дурачок какой-то. Как лезть в машину, убедишь, что полицейские тебя не видят. Теперь садись. Да никого тут нет. Хера себе, он такой... Как открыть, как открыть, сто лет на нем ездит. Когда ты садишь в машину, рядом с твоим компасом появится радар. Ага. Показывает он другие машины, оказавшиеся поблизости. И еще твое место назначения, когда ты подъедешь к нему. Ой, пешеходы идут. Давай, езжай по стрелке. Сейчас, сейчас, секундочку. Блин, ну чуваки, ну не переходите дорогу. Ёптвою, сколько тут всего написали. Для вождения, газ, ручная, кап... Ой, ёптвою, можно вот без этого? Я на автомате. А то я так никогда не разберусь. Так, цель миссии. Да я уже сто раз хочу прочитать эти цели миссии. В каждой машине есть ограничитель скорости. Ага. Если ты используешь его, ты будешь ехать на максимально допустимой скорости. И никогда ее не примите. Пользуйся тем, чтобы полицейские тебя не остановили за превышение. Хорошо, опять. Машины на радаре обозначены голубыми. Включи ограничитель и езжай по стрелке. Я уже включила. Я уже включила. Я... Мне надо повторять дважды. Я все... Я уже еду с ограничителем, понимаешь? Так, опять цель миссии, цель задачи. Так. Все, я доехала, нет? Даже когда ты за рулем, тебе может понадобиться защитить себя. Одновременно везти и стрелять из машины можно. Но только из... Ух ты, ты лежачий полицейский. Выбери Кольт и попробуй. Так, выберите... Ага, выберите, выберите, выберите. Вот не зря, короче, с собой взяла. Так, что дальше? А, куда без стрелять? Стоп, подожди. А. Ну, давай. Все, чтобы снова переключиться на машину. Если кто-то выскакивает на дорогу прямо перед тобой, ты должен предупредить его гудком. А на какую кнопку я уже забыла? АК? У меня разве К была клавиша? Ну ладно. Ни хрена, ни К. А какой, блин? Я не знаю. Я опять забыла, какой... Я всю игру прошла и забыла, какой... На какую клавишу гудок. Подожди-ка. А, гудок это... Естественно, лэ, блин, лэ. Неудобно. Пацаны, девки, раступитесь, раступитесь. Чё? При нашем стиле работы не рекомендуется привлекать к себе внимание. Держись подальше от потрудных. Если ты совершишь мелкое нарушение, у тебя появится символ штрафа. Просто остановись и заплати, и можешь ехать дальше. Подожди, а у меня... Если тебя засекли за серьёзным правонарушением, появятся наручники. А, а... Можешь попробовать скрыться от полиции, но тебя арестуют, если поймают. Ну, понятно, это понятно. И последнее. Ёб твою. Пистолет не тыкать меня пушкой, когда ты в городе. Если полиция засечёт выстрелы, ты увидишь символ пистолета. Это значит, что вся полиция района тебя ищет, и они будут стрелять. Как ты собираешься с этим разобраться, твои проблемы. Да естественно, чьи же ещё? Дальше твоя карьера зависит только от тебя. Всё, что ли? Моя карьера зависит только от меня? Так, ребят, давайте рассмотримся. Чтобы закончить обучение, проследуйте в дверь, обозначенной на радаре. А где она? Её даже не обозначили, подожди-ка. Ребята, это всё, что ли? Это всё обучение? Ну, тут целый городок построили для обучения. Посмотрите-ка. Так, ну-ка. Ребят, посмотрим, всё это рассмотрим. Ну, прикольно так-то. Я ожидала что-то более простенького. Думала, нам просто скажут клавиши управления, и всё. Я ещё подумала. Ну, наверное, нам, скорее всего, даже и не... И не предложат особо покататься. Ёб твою. Ух ты, барханчики. Ой, ёб твою. Ой, зря. Короче, ребята, это была такая себе идея, но я не могла этого не сделать. Короче, мы тест-драйф в такси провели и поняли. Провели, провели, привели так. На радаре. Так, мне по копсу надо идти, что ли? Может быть, у кого-нибудь машину угоним? Хотя, по крайней мере, пешком сейчас посмотрим на местные достопримечательности этого города. Такое чувство, что в этом, не знаю, пригороде ещё больший человек, чем в самом Лост Хевене. Ух ты, мадам, здрасте. Уходите. Уходите. А ты что мне скажешь, что тоже мне надо уходить? У меня нет на это времени. Ой, да ладно тебе. Ой, да ладно, у тебя нет у неё времени. Что ты мне врёшь? Что ты мне заливаешь, мадама? Так, мадам. Мадам. Я тебе руки не подам, я хочу твою машину. Сука, он не может его открыть. Подожди, а как мне отсюда уйти тогда? Я не знаю, там, я только по компасу иду. Иду по прибору, как говорится. Мне нужно такое же такси, наверное. Здорово, мадам. Прощаю. Так вот, мне бы нужно такси. Такси, такси. Что, тут ни одного таксиста, что ли, нет в этом городе? А как мне закончить обучение? Мне же сказали, войдите в дверку. Как я это сделаю? Алло. Так, отсюда я пришла, может быть мне... Слушайте, а куда это всё показывает-то? Здрасте. Ой, да нахер ты мне нужна? Слушайте, а не в эту ли дверь случайно? Смотрите, и кнопка действия появилась. Нет, я пока не хочу сюда заходить. Я хочу посмотреть райончик. Посмотреть, что тут такое. Кстати, какая-то звёздочка тут, прикольно. Я просто погуляю по району, посмотрю, как ты что тут сделала. Может быть тут есть... Ух ты, бар можно пивка выпить для рывка. Так, мужик, у вас что-нибудь есть ещё на районе? Я не знаю, какой-нибудь фонтан, достопримечательности. Что значит, простите? Всё что ли, у вас тут ничего нет такого? Ни хрена ещё у вас город, две улицы, два переулка и больше ни хрена. И автодром. Кстати, а с одной стороны, хорошо, ребята, вот говорят, в крупном городе автошколу хера вот сдашь вот в реальной жизни. А если в маленьком, то вполне себе можно и легко всё сдать. Вот, наверное, тут тоже, знаете ли, ребята, чтобы в Лост-Хэвене не запарываться, люди приезжают в этот захолустный гордок, сдают тут и всё. Потому что, а что тут тупить с дорожным движением? Тут одна улица, два перекрёстка и всё, и вы сдали, вы молодец. Так, я туда вообще не могу, я могу зайти только если вот там вот погуляю. Так, ну ладно, ребят, давайте просто погуляем, посмотрим, что там. Блин, а моё такси не хочет отреспауниться обратно и увезти меня туда, куда мне надо. Мне кажется, скорее всего, нет. Ребят, не одного такси. Ну хотя, зачем в этом городе такси, если тут всё в пешей доступности? Я даже не понимаю, зачем тут люди машины-то покупают. Вот какой резон-то? Две улицы, два проулка, три притопа, два прихлопа и всё. Так, ладно. Так, тут у них какой-то завод даже стоит. Чё это за звёздочками так нравится? А может быть, это украшение к Новому году? Точнее, не звёздочка-снежинка. Скоро же Новый год, ребята. Должно быть новогоднее настроение, ребят. У кого оно есть, новогоднее настроение? У кого же, у кого? У меня пока его нет. А у вас? Так, ага. Так, не входить, не входить. Это, наверное, какой-то частный завод, но нам насрать, понимаете? Надписи вот эти существуют для того, чтобы мы нарушили правила и нам будет похеру. Так, походу у нас всё. Наше маленькое приключение закончено. Сетка, увы, колючая, говорит, что пошёл ты нахер отсюда, козлина. Ладно. Так, такси так и осталось тут. Эх, такси, такси, такси. Жаль, что я не могу с тобой ничего сделать. Да вы заколебались с этой целью миссии. Я поняла, что мне надо. Реально, никаких достопримечательностей. Ох, смотрите-то. Ух ты, какое там здание какое-то административное, что ли, здание там стоит? Или это уже здание Лост Хевена виднеется? Да вряд ли, да вряд ли. Старительные леса. Так, мы оттуда приехали. Значит, нам всё-таки сюда. Ну ладно, ребят, пойдёмте заканчивать обучение. В принципе, тут больше не на что посмотреть. Но было довольно интересно. Как раз таки обучение и надо проходить, чтобы не тупить, когда проходишь Mafia the City of Lost Heaven. Вот. Не знаю, ребят, почему я не проходила никогда это. Но тут довольно интересно было. Довольно интересно и любопытно. И много чего нам объяснили по геймплею. Как-то так. Так, туда мне вернуться надо. Тут просто оббежать по стороне. Туда-сюда и всё. Так, ну всё, мужик, здорово. Ух ты, какой злой. Сука, я тебе сейчас, блин. На тебе. Вот тебе, блин. Чтоб не хамил. Смотрите, сразу такое. Типа, я не хамлю. Я сразу присел, блин. Козёл, а то хамить мне начал. Так, ну чё. Всё, ребят, обучение завершилось. Кстати, я не понимаю, почему большая прогулка у меня не активна. Так как я же прошла игру. Она должна быть открытой. И там написано было, что возможности большой прогулки доступны. Я до сих пор, ребят, не знаю, будем ли мы проходить большую прогулку. А давайте, наверное, в комментариях напишите, кто хочет от меня прохождения большой прогулки. Допустим, может быть, будем делать одну серию в неделю. Или одну серию в две недели. Как-то так. Потому что там довольно миссии сложные. И неизвестно, сколько я в серии смогу их пройти. Вот. Может быть, мне там придётся долго вырезать дорогу и прочее. Пока там ещё надо их найти. Там же карты нет. Там не обозначено. Там надо именно искать этих человечков, чтобы... Чтобы они дали тебе задание. Ну что, ребята, мы с вами сегодня посмотрели обучение. Mafia The City of Lost Heaven официально закончена на канале. Мы посмотрели сюжет обучения. Возможно, большую прогулку тоже. И встретимся в следующих прохождениях. А пока подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня всем. Пока, ребят.